В начале января в Курске проходили всероссийские соревнования по рукопашному бою «Вершина», в которых принимало участие 8 воспитанников спортивного клуба «Десантник». Ребята привезли оттуда много наград – одну бронзу, два серебра и два золота. Один из золотых призеров – Давид Хачатрян. В этом зале он занимается с 4-х лет. К соревнованиям спортсмен готовился в упорное и долго, ведь в прошлом году не смог попасть в связи с травмой. Старания принесли свои плоды. Самое сложное в спорте – это побороть свой страх, готовиться к соревнованиям очень упорно надо. Без спота – никуда. Ты не сможешь ничего достичь. Первое место с Давидом разделил его товарищ Матвей Дворковский. Он занимается в клубе уже 5 лет. Спортивный год выдался плодотворным. В декабре Матвей выиграл золото в Дзержинске, а в конце ноября – в Тамбове. Спортсмен делится, что победа доставила ему двойное удовольствие, ведь на многие соревнования приезжают родители и радуются вместе с сыном. Ну, выходить главное не бояться, играться. Страх у них. Перед боем есть иной, ну, небольшой мандраж. А в бою нет. Но победы – не повод расслабляться. Тренировки идут полным ходом, ведь уже скоро юные спортсмены поедут покорять новые города. Каждый год есть запланированное количество соревнований. И начиная с сентября, когда начинается новый учебный и спортивный сезон, мы ездим на все турниры. Они являются отбором на первенство России. С сентября воспитанники клуба приняли участие в соревнованиях в Анапе, Туле, Дзержинске и Орле – ближайшие планы первенства России. В первую очередь я отобрался на главный турнир – это первенство России. Ну, и сейчас буду стараться победить на первенстве. Почти не отобрался на Россию, на укрытие место, но я буду стремиться к этому. И в следующих соревнованиях я покажу свой лучший результат. Воспитанники усиленно готовятся к первенству России, ведь для ребят 14-15 лет оно состоится уже в марте. Для спортсменов чуть помоложе первенство будет проведено в мае. Пожелаем спортсменам удачи и будем ждать новых побед. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.